Сегодня Россия находится на первом месте по добыче трудноизвлекаемых нетрадиционных запасов нефти. В стране такой породы несколько сотен миллиардов тонн. А таких месторождений, как Баженовская свита в районах Западной Сибири или Доманниковая свита, расположенная вдоль Уральского хребта, нет больше ни в одной стране мира. Проблема лишь в том, что в районах Западной Сибири и Заполярье вечная мерзота, а континентальный шельф на Дальнем Востоке подвержен штормам и землетрясениям. Еще 20 лет назад вести добычу в столь экспериментальных условиях не предоставлялось возможным, и огромные запасы нефти были недоступны. Над этим вопросом уже активно работают сотрудники Казанского федерального университета. Проблема в том, как эту нефть взять, как ее превратить в нефть или добыть ее. Поэтому нам нужно сегодня, например, это нужно сделать где-то под землей. Потому что мы же не можем шахту такую большую выгодить. И вот мы предлагаем сделать это под землей. Не добыть его, а начать переработку этой плохой, тяжелой, нетрадиционной нефти, начать ее переработку под землей. Чтобы понять, что делать с высокой вязкой нефтью и какими способами на нее воздействовать, сначала необходимо изучить и смоделировать эти процессы в лабораторных условиях. Для этого сотрудниками Казанского федерального была создана уникальная установка. Труба горения. В нее закладываются керны с месторождений, после чего в установке создаются условия внутри пласта. Подводятся датчики. Далее ученые с помощью катализаторов и пары тепловых воздействий получают оптимальное извлечение нефти из кернов. Начинаем мы с того, что бурим скважину, отбираем из нее породу. Здесь в Сатарстане наши высоковязкие нефти, как раз на изучение которых направлена эта установка, они залегают у нас в очень рыхлых песчаниках. Это вот такой песок, пропитанный битумом, то есть сверхвязкой нефтью. Соответственно, после отбора этой породы, эта порода может закладываться в трубу непосредственно в саму установку. И мы имитируем при помощи данной установки различный процесс термического воздействия теплового. В настоящее время интерес к разработкам ученых КФУ проявляет все больше и больше зарубежных нефтяных компаний, в числе которых колумбийская «Экопетроль» и китайская «Петрочайна». А это значит, разработки Казанского федерального университета действительно представляют интерес не только в научной среде, но и для крупного бизнеса в глобальной нефтегазовой сфере. Аделья Шамилова, Анастасия Иванова, Универниус. Анастасия Иванова, Университета. Анастасия Иванова, Университета. Анастасия Иванова, Университета. Анастасия Иванова, Университета.